Дело в том, что нет ничего лучше для любого лидера, пришедшего к власти в стране в момент внутреннего раскола, как мощный внешнеполитический успех. Особенно если он будет сопряжен с ограблением побежденного. Разгромив Советский Союз в 1991 году, именно разгромив, морально уничтожив его, США и Западный Блок обеспечили себе 20 лет Золотого Века. 20 лет непрерывного процветания за счет того, что ранее почти закрыты от них ресурсы, интеллектуальные, материальные, сырьевые, технологии, в общем масса всего. Были почти бесплатно ими получены. И вдобавок им не нужно было больше тратиться на огромное количество оружия, у них действительно прошло масштабнейшее сокращение вооруженных сил, особенно в Европе. Золотой век, 20-20 лет. Сейчас у Соединенных Штатов примерно та же самая ситуация, только у них нарастает противостояние с Китаем. Победить Китай они сейчас в своей ситуации не могут. Если они на него нападут, это будет война на уничтожение, на взаимоуничтожение. А разгромить, развалить, переподчинить Россию, кстати нацелить ее в итоге, ее остатки против Китая, вполне серьезная цель для них. Вполне серьезная цель. И я думаю, что Байден будет эту цель играть во ближайшем, все свое президентский срок, весь свое президентский срок. Что настоящие враги государства, настоящие враги народа, это можно смело говорить, сидят в самой власти. Гнабят страну, уничтожают ее, разворовывают, выводят за границу десятки миллиардов и не рублей. Развращают. Но спецслужба должна, должно же чем она заниматься, правильно? Она должна охранять власть, а еще надо найти врагов. В которых вот изобразить, что они угрожают нашему патриотическому патриоту-президенту, его замечательному окружению, уникальному. Ну вот, врагов решили найти среди радикалов, русских радикалов в первую очередь и не только. Мне, слава Богу, не приходилось с ними бороться, я занимался другими вопросами. Я изучал те структуры, которые, я думаю, в ближайшее время обязательно проявятся и будут рвать Россию по национальным, псевдо-национальным углам. Но и с ними, собственно, бороться никак не удавалось, потому что у них у всех были крыши в лице чиновников титульных, псевдо-государственных образований. Всяких башкирий, татарстанов и так далее и тому подобное. И сейчас они, то есть, нет, ну как их боролись, не давали им развернуться, но... А против кого-то надо же бороться. Амзан Ахмадович верный Нукер Владимир Владимирович. Чечня отдана ему фактически на полное владение, на вассальных правах. То есть, он вассал. Хозяин на своем лене, который ему выделил президент. Поэтому надо же бороться против русских, которым не нравится все, что происходит. Не нравится русским радикалам то, что Единая Россия – это партия жуликов и воров. Ну, значит, враги, значит, террористы. Когда арестовывают какого-нибудь жулика, который вывел там миллиарды долларов за границу, при этом эти миллиарды, этих миллиардов – это кровь, пот, жизни тысячи русских людей. Ему дают шесть лет условно. Ну, а разбил окно в офисе этого жулика и воров. Ну, конечно, шесть лет. Я считаю, что за... Ну, я не знаком с делом сети, стараюсь не говорить о вещах, которых не знаю. Потому что, опять же, за свою практику я ни разу не видел человека, который после того, как его арестовали, сразу сказал, да я все это сделал и так далее. Нет, все невинные, все нищие, все там абсолютно. Ну, это стандартная ситуация. Очень редко, ну, нет, ну, бывали там особо упертые. Но в основном люди говорили, да нет, ну что вы, это все ложь, ничего не было. Доказательства, тем более, найти чрезвычайно сложно. Не хочу углубляться в эту тему, но в целом, да, власть работает на негодный объект. И давно. И спецслужбы, и правоохранительные органы давят тех, на кого по-хорошему должны были бы опираться, кого, наоборот, должны были бы из кого комплектоваться. Неравнодушных людей, которые хотят изменить что-то в этом гнилом болоте, которое создано за 30 лет. Я мог бы привести очень много конкретных примеров, но боюсь, что они все станут разглашением государственной тайны. Я все-таки стараюсь ее соблюдать. Спасибо. Спасибо.